Привет, дорогие друзья! Меня зовут Макс Электролапша, я бывший голос Тейлза самый первый и в данный момент редактор Тейлз Шоу. Три года назад вышел наш самый первый выпуск, выпуск про Альфа, 4 октября, и мы с небольшим запозданием хотим сделать небольшой подкаст в честь трехлетия Шоу. В этом подкасте мы поделимся с вами некоторой статистикой Шоу за эти три года, подведем какие-то итоги, расскажем о планах, и несколько человек из команды записали для вас обращение, так что давайте приступим. За три года существования Шоу на канале было выложено 36 видео, на нас подписалось 3475 человек, в общей сложности наши видео посмотрели 113 605 человек на ютубе на момент записи этого подкаста. Как показывает аналитика, наши выпуски смотрят как ни странно по всему миру, это нас очень даже удивило. Недавний выпуск Тейлз Шоу о сравнении Человека-паука и новых приключений Человека-паука набрал 11964 просмотра, это рекорд, ни один выпуск не набрал более 10 тысяч. Нам очень часто задают вопросы, почему шоу выходит настолько редко, как правило по выпуску раз где-то в три месяца, ну бывает наверное немножечко почаще. Но все дело в том, что над шоу по сути в корне работают, ну в общей сложности Человека даже не то что три, а два, это автор сценария и автор идеи Кирилл Еганев и аниматор Евгений Стойко. Голоса, озвучки и прочее, они особо затрудняют производственный процесс и больше всего времени уходит естественно на написание сценария и анимацию. Тем более, что с недавнего времени мы стали больше времени уделять режиссуре и проработке сценария, у нас выпуски теперь не только студийные, скажем так, а сюжетные, ну кроме конечно макросюжета, который присутствует, проходит сквозь все выпуски и который вот-вот получит свое развитие, и причем весьма неожиданное. Все это очень-очень-очень требует много затрат, усилий и всего такого. Естественно, рук у нас не хватает, поэтому дорогие друзья, мы не зарабатываем ни капли, вообще ни копейки практически на шоу и на голом энтузиазме нам очень сложно привлечь новых специалистов для того, чтобы ускорить наш рабочий процесс. Но, если вы талантливый актер озвучки или если вы успешно увлекаетесь анимацией и готовы просто ради идеи, просто вот в принципе ради того, чтобы сказать однажды, что да, я вот это делал, если вы готовы нам помочь, то мы с радостью примем вашу помощь и шоу будет конечно же выходить куда чаще, потому что рук будет больше. Но еще раз скажем, что все эти три года мы не заработали практически ни копейки на наших видео и поэтому, если вы хотите присоединиться, вы должны понимать, что мы работаем на голом энтузиазме. А что касается наших дорогих зрителей, то у вас есть два варианта, как вы можете помочь нашему шоу. Первый и самый лучший, это распространять наши ролики, репостить себе на стенку, пускай побольше людей их увидит и подпишется на нас и ну там так далее и тому подобное. Второй вариант, если вы хотите скинуться на зарплату аниматору или нам на пивко, то у нас есть счет на Яндекс.Денежки, куда вы можете скинуть там 10 рублей, 15, там еще сколько-нибудь, сколько вам хочется и поддержать наш проект. Вот мы будем очень рады любым денежным пожертвованиям. Но хватит о деньгах. Как вы могли заметить, мы немножечко по малеху обновляем дизайн нашего шоу, мы ввели новое превью для видео, скоро мы обновим шапочку, мы обновим логотип, ну точнее логотип мы уже в принципе обновили, но это не очень заметно. Мы обновим шапочку, весь дизайн и кое-что еще мы скоро обновим, вы все это увидите, следите за нашими новыми выпусками, все впереди. Будут неожиданные повороты в судьбе господина Тейлза, и мы будем очень рады представить вам обновки, которых шоу будет щеголять дальше. Мы сами продолжаем работать и настолько упорно это делаем, насколько мы можем себе это позволить. Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, всем, кто нас смотрит, тем, кто оставляет комментарии, тем, кто репостит видео. Огромное большое вам спасибо. А теперь давайте перейдем к обращениям от команды Шоу Тейлза. Когда я вспоминаю самое начало, когда я делал первый выпуск, то внутри у меня просыпается особенная ностальгия. Ностальгия о том, как я делал первые серьезные шаги в анимации, как мы с командой пытались написать хороший сценарий, и в итоге получить нечто невообразимое. У нас была мечта, которую мы осуществили благодаря усердному труду и нескончаемому энтузиазму. Да, получалось не то, что мне хотелось, по крайней мере не полностью. Но я продолжал совершенствоваться вместе с Шоу. Благодаря ему я достиг многого. На данный момент Тейл Шоу является качественным, хоть и до сих пор делаемым на коленке продуктом. А самое главное, что у него есть огромный, нераскрытый потенциал. В будущем, возможно, он станет очень популярным. Но для этого придется еще более усердно трудиться. И я желаю, чтобы это Шоу было важным не только для нас, но и для вас, дорогие зрители. Когда-то я написал фразу для одного из своих проектов. Главное не то, во что ты играешь, а то, как круто ты это делаешь. Я тогда не понимал, что это мой взгляд вообще практически на все. Не важно, что именно ты делаешь, будь то игра на фортепиано или на Xbox. Тебя определяет то, как ты это делаешь. Ребята из Тейл Шоу, к которым я был очень рад присоединиться, с самого начала понимали, как они хотят делать свой проект. Взять за основу формат популярного телешоу, вроде Джимми Кимела или, ну, на кудой конец вечернего Урганта, и поместить туда давно знакомых нам персонажей игрового фронта. Мы привыкли видеть их на полях сражений, в погоне за коварными злодеями, где нет места передышки, за исключением пункта меню. А тут на тебе, камера, мотор, и они уже расслабляются в студии, отвечая на вопросы своего коллеги по цеху. Мне очень понравилась идея и подход команды к процессу создания каждого выпуска. Написание сюжета, выборка спрайтов, анимирование персонажей, постановка, подбор голосов, озвучки и, соответственно, в конце монтаж. С озвучкой мне как раз-таки очень повезло. Впервые я на себя примерил роль Червика Джима, и это, я вам скажу, было нелегко. Пусть роль была маленькая, но мне было в кайф. А когда же уже автор пригласил меня попробоваться на роль самого Тейлса, я думал, что этим всё и ограничится. Однако этот пушистый засранец всё же украл мой голос, и мне даже нисколечки не обидно. Я на самом деле очень рад, что так получилось, потому что в этом есть куча плюсов. Во-первых, как фанат проекта, я всегда знаю, что будет в новом выпуске, окей? Это круто. Во-вторых, персонаж был мне не очень-то знаком, да и не питал я к нему особого интереса. Но чёрт возьми, он клёвый парень. У него гораздо больше амбиции, чем у Соника, и он куда милее, согласны? Чем-то мне даже захотелось на него быть похожим. Ну и третье, это, конечно же, развитие сюжета, которое заставляет нашего героя подстраиваться под обстоятельства, под своих гостей, нравится ему это или нет. Это провоцирует множество ироничных и забавных конфликтов, за исходом которых интересно наблюдать, да и тем более ещё и с первого ряда. Я очень благодарен ребятам, что пригласили меня в команду такого классного проекта, как Tales Show, и по какую сторону экрана я бы не находился, мне всегда интересно, что произойдёт дальше. А это, на мой взгляд, дорогого стоит. Про шоу я узнал о своей же группе Sega Mega Drive, когда был размещен самый первый выпуск. Мне понравилась идея видеть анимированных персонажей игр в 8- и 16-битном стиле с озвучкой. Интересный сценарий, хороший монтаж, грамотная озвучка, отсылки и чётко поставленные шутки. Всё это шоу Tales'а. С первого же выпуска я начал следить за шоу и предлагал помощь проекту, чем с удовольствием занимаюсь и по сей день. Ведь такое исполнение роликов заслуживает внимания, и я с большим интересом наблюдаю и участвую в жизни шоу. Озвучкой я начал заниматься, когда ещё появилось оборудование для студийной звукозаписи. Купив конденсаторный микрофон, я начал пробовать себя в этом деле. Результат оказался положительным. После я предложил свою кандидатуру в шоу Tales'а на роль какого-нибудь персонажа. Ребята дали мне роль Рея для выпуска Охотники за привидениями. С ролью я справился хорошо, после чего мне была предложена озвучка многими любимого «Червяка Джима» выпуск про мультсериалы «Человека-паука». Делать озвучку для этого персонажа было уже сложнее. Нужно было подобрать подходящий тембру голоса и стараться удерживать его как можно дольше. За раз делать всю работу, разумеется, не удавалось из-за шума за окном и ограничения свободного времени перед работой. В целом, выпуск получился супер, чем я безумно рад. Конечно, без ошибок не обошлось, хотя большинство зрителей не считали это минусом. На данный момент выпуск про мультсериалы о Человеке-пауке побил все рекорды шоу, а это уже что-то дозначит. Благодаря этому выпуску за мной на долгое время закрепилась роль «Червяка Джима». За это низкий поклон всем участникам шоу Tales'а и, конечно же, вам, дорогим зрителям, оценившим мои роли в нём. Я искренне надеюсь, что вы и дальше останетесь с нами и будете радоваться каждому новому выпуску. Привет. Это сценарист и монтажёр, а также создатель Tales' Шоу. И для меня эта интернет-передача стала не только моим увлечением. Благодаря ему я смог выразить себя творчески, познакомиться с новыми людьми, освоить навыки в монтаже и в написании сценариев. Но самое главное, что дало мне это шоу, так это новых друзей и общий интерес для старых. За три года мы многое прошли, пусть это может быть особо незаметно. Менялись люди и должности в команде, но всем оставались верны проекту. За что я хочу сказать всей команде Tales' Шоу, спасибо. Просто большое спасибо за то, что вы оказали огромную помощь в создании моей мечты, лица Рыжего, ведущего с двумя хвостами. Не забуду ей поблагодарить нашу небольшую, но верную аудиторию. Ребят, если бы не вы и ваша поддержка, мы бы скорее всего давно бы на все забили. Но это не произошло. И более того, несмотря на нехватку времени, мы продолжаем модернизировать канал и его содержимое. А это значит, шоу должно продолжаться. Это была команда Tales' Шоу, увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok